В прямом эфире новости. Подводим итоги дня на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Юрий Щербаков. Здравствуйте. Вот о чем расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И елка с мясом. Питомец ленинградского зоопарка. Амурская тигрица Виола получила новогодний подарок. В Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. В мероприятии на высшем уровне принимает участие президент России Владимир Путин и его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также приехал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Собравшиеся заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусом и задали уточняющие вопросы. Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов. 90-95. У нас в России сейчас уровень какой? Вот на сегодняшний день. На сегодняшний день мы приближаемся к 56%. 56? Да, к 56%. Это все вместе. Приболевшие и вакцинированные. Это коллективный иммунитет, он так считается. Коллективный иммунитет. 56? 56. Приближаемся. А нужно 90? Да, Владимир Владимирович, 90-95, как при коре, как при полиомиелите. Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями. Добавлю, после общей встречи между главами государств запланированный ряд личных переговоров, так завтра состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. До Нового года остается три дня и праздничная атмосфера в городе ощущается как никогда. Особенно красочно оформлен, конечно же, центр Петербурга. Для горожан и гостей Северной столицы в этом году разработали специальный зимний маршрут от главной новогодней красавицы на Дворцовой до Рождественской ярмарки на Манежной площади. Что еще можно встретить на пути, узнал Александр Одинцов. Это, наверное, самый верный способ обрести новогоднее настроение. Ведь оно на Рождественской ярмарке кажется повсюду. Запах ароматных глинтвейна, избитня, яркие гирлянды, елка. Даже в будни здесь не протолкнуться. Сегодня ярмарку посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский. Они заглянули на развалы, где есть что поесть и есть что купить. Например, елочные игрушки или предметы народных промыслов. Продавцы приехали из 15 регионов страны. Одно из главных украшений ярмарки – двухуровневая карусель, которая расписана вручную автор, неоднократный лауреат книги рекордов Гиннеса Питер Петц. Он украсил аттракцион воистину петербургскими мотивами. Вот изображение Петра Великого на фоне Петергофа, там же Екатерина II и Зимний дворец. Это паровая конца 19 века воссозданная карусель, в основном сделанная петербургскими мастерами, без натуральных материалов. На ярмарке несколько фотозон, огромная ель, закусочные, дети могут бесплатно прокатиться на паровозике. Мы уже не первый год проводим рождественскую ярмарку, но хочу сказать, что она каждый раз нас удивляет. Много приехало торговые организации, которые с других регионов приехали, представили свою прекрасную продукцию. Но самое главное, это хорошее настроение для жителей нашего города, особенно для наших малышей. Город украшен замечательно, ярмарка является центром. И, конечно, то, что ее расширили в этом году, мы видим, насколько она стала ярче, насколько наряднее. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все жители Петербурга посетили эту ярмарку. Ежегодно ярмарку в самом центре города посещают до миллиона человек. Некоторые приезжают издалека специально. Поэтому и прилетели сюда за впечатлениями, потому что здесь вообще все круто. Нравятся краски, яркие, фонарики, все блестит, все классно. В этом году тут открылся и каток, работает с полудня и до девяти вечера. Мы будем кататься здесь 40 минут, мы ничего не платили, что очень радует. Очень хороший каток, очень гладкий, нам очень нравится. Еще один каток на Конюшиной площади. Ежедневно на ледовой арене артисты детского ледового театра показывают спектакль «Золушка». Это не просто каток, а уникальный павильон в стиле Петровского барокко с ледовым полем 18 на 40 метров. Теплые фойе и трибуны для зрителей. Для города это эксперимент, который, мне кажется, уже можно считать, что он удался. И, конечно, волшебство в Новый год должно случаться. И вот оно, собственно, случилось здесь на Конюшиной площади. Этот каток будет открыт до 16 января. Более тысячи билетов на сказочное представление распространят бесплатно через социальные учреждения. Александр Одинцов, Михаил Касмол и Александр Лоскутов. Телеканал «Санкт-Петербург». Архитектурную концепцию третьего небоскреба комплекса «Лахта-центр» представили. В Петербурге высота спиральной башни 555 метров. Это будет небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. А вращающиеся вокруг высотки ребра словно рассеивают ветровые нагрузки. В небоскребе будет 108 уровней. На последнем разместится обзорная галерея. Общая же площадь помещений порядка 179 тысяч квадратных метров. По мнению авторов концепции, с появлением новой башни на побережье Финского залива сложится полноценный гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий. Напомню, весной этого года была представлена концепция «Лахта-центра-2». Его высота 703 метра. Зачем часами проводить в пробках на пути в центр города, если можно куда быстрее добраться до нужного места на общественном транспорте, ну а машину оставить где-то на окраине, причем не переживать за ее сохранность. Для удобства автовладельцев в Петербурге сегодня открыли еще три перехватывающие парковки рядом со станциями метро «Старая деревня» и «Рыбацкая», а также в «Царском селе». Мнение водителя узнал Александр Громов. С этого дня водителям из «Рыбацкого» не придется напряженно кружить у метро в поисках свободного места для стоянки. На просторной перехватывающей парковке под прицелами камер наблюдения уместится 77 машин. Ее давно ждали местные жители, которые хотели воспользоваться этой стоянкой. И даже, вы знаете, что было обращение на прямую линию губернатора. Губернатор поставил задачу в этом году ее открыть. Это одна из трех перехватывающих парковок, которые мы открываем в этом году. Такие же площадки сегодня открылись у метро «Старая деревня» и рядом с железнодорожной станцией «Царское село». Стоимость парковки 25 рублей в час. Но только если водитель не собирается пользоваться общественным транспортом. Вы подъезжаете под шлагбаум, берете талончик. С этим талончиком, соответственно, в кармане идете в метрополитен. По подорожнику две поездки и на обратном пути предъявили подорожник. Просто у вас считывается штрихом. И вы выезжаете абсолютно бесплатно. Автомобилист со стажем. Екатерина вместе со своим ребенком приехала в торговый центр. И без проблем нашла свободное место. До открытия новой стоянки, рассказывает женщина, парковка у метро каждый раз превращалась в настоящую пытку. Будет очень удобно, потому что в Рыбацком проблемы с парковкой. И, ну, если вы видите, то только здесь есть парковка. И люди в два ряда становятся, что коммунальщикам не убрать снег. И, в принципе, очень узкой дорогой остается. Люди реально ждали. До конца новогодних праздников все три парковки будут работать абсолютно бесплатно. Кроме того, как заявили в Комитете по транспорту, уже сейчас есть понимание, что им придется увеличивать площадь уже существующих стоянок. Кроме расширения уже существующих перехватывающих парковок, в планах у администрации города открытие новых стоянок. Вот, например, в Шушарах уже в следующем году появятся две подобные площадки общей вместимостью в 500 машиномест. Александр Громов, Андрей Спиридонов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Сегодня подвели итоги работы первого в Петербурге корпуса-трансформера госпиталя для ветеранов-воин. Со дня его открытия прошел всего год, но за это время медпомощь в нем получили тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. А ведь создавался стационар как пилотный проект. Теперь петербургский опыт перенимают уже в других регионах. Репортаж Дмитрия Ковалева. 37 тысяч пациентов с начала пандемии. Из них 6 тысяч за последний год в корпусе-трансформере. Вот показатели работы сотрудников госпиталя для ветеранов-воин. Все это время в этих стенах, как говорят врачи, тяжелые и средние больные. Подводя итоги года, мы отметили, что здесь летальность снизилась в полтора раза по сравнению с основными корпусами. Это действительно было связано с тем, что здесь поставлено новое оборудование. Все пациенты быстро проходят компьютерную томографию. Подводка кислорода позволяет более тщательно проводить лечение и в более современных условиях оказывать медицинскую помощь. Для всех, для нас это пилотный проект. И для строителей, и для медиков. Но, когда мы вошли сюда, мы поняли, что первый блин не комом. Не комом. И мы благодарны решению правительства города Санкт-Петербурга. Мы были благодарны строителям, которые сделали этот подарок нашим горожанам, госпиталям и ветеранам воинам. В красной зоне за год работы ничего не изменилось. Разве что защитные костюмы стали удобнее. Но, признаются медики, работать в таком корпусе проще. В первую очередь за счет новейшего диагностического оборудования. Новое оборудование играет первостепенную роль. КТ является золотым стандартом. В диагностике коронавирусной инфекции. И, кроме этого, поставить диагноз, помимо компьютерной томографии, еще помогают клинико-лабораторные данные. Главная особенность корпуса трансформера – его автономность. Здесь оказывается любая помощь больным коронавирусам. Проводятся операции, исследования, есть своя лаборатория. Сохраняется преемственность. Например, если это хирургический пациент и лечился в основном корпусе, то этот же врач-хирург, который его оперировал, он одевает средства индивидуальной защиты и продолжает лечить его здесь, в этом корпусе. Эту всестороннюю заботу отмечают пациенты. Здесь милые приходят врачи-феротепты, хирурги. И вот у кого чего, не только ковид. Всех вот, все наши болячки лечат. Просто, это просто надо наградить. Отношения прекрасные. Врачи прекрасные, сестрички прекрасные. Два дня у меня была температура, 38,5 где-то вот так было. А потом все нормально, под капельницей отлежался. Пока в корпусе-трансформере оказывают помощь больным коронавирусам. Но и после пандемии эти палаты пригодятся. Здесь развернут сосудистый центр, хирургические отделения. Это позволит нарастить мощности госпиталя для ветеранов войн. Дмитрий Ковалев, Игорь Кочаровский, Олег Христов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Цикламены, гортензии и бегонии. Специалисты садово-паркового предприятия уже готовят цветочные культуры на следующий весенне-летний сезон. 25 тысяч цветов находятся на зимовке в теплицах Пушкинского района. Это рассада растений как на один сезон, так и многолетники, которые привезли из садов и парков на зимнюю консервацию. Тепличный комплекс оснащен климат-контролем. Там работает автономная система освещения и полива. Это большой труд, и в том числе большие агрономические мероприятия надо проводить, чтобы рассада была качественная, чтобы она была закаленная, чтобы она была стрессоустойчивая ко всем непогодам, которые у нас есть в городе. Они выращиваются не только там при температуре, например, высокой, я не знаю, плюс 20, плюс 25, они проходят период закаливания, то есть температура снижается. Там та же самая виола, которая выживает в первой заморске, она проходит процедуру закаливания многоэтапную. Весь процесс автоматизирован, чтобы не повредить корневую систему растения, бережно пересаживает робот. В теплице производят рассаду более 40 видов летних цветов, всего до 1,3 млн экземпляров. Кроме того, там зимует более 50 тысяч кустов роз и около 100 тысяч луковиц-сюльпанов. Ну а с началом весны цветы и кустарники высадят в парках Павловска и Пушкина. О других заметных событиях дня в кратком обзоре. Что подарить символу наступающего года? В преддверии праздников малышка Виола в Ленинградском зоопарке уже находит первые подарки. Годовалую морскую тигрицу поздравляют сотрудники зоопарка. Опекуны в Валерия уже поставили живую елку, которую украсили кусочками свежего мяса. И, конечно же, как любому ребенку, маленькой тигрице нравится находить под елкой подарки, поэтому в картонную перевязанную коробку спрятали мясное лакомство. На страже безопасности и здоровья соблюдение антиковидных мер в петербургских кафе, магазинах и организациях продолжают проверять сотрудники комитета по контролю за имуществом. Рейды прошли в 9 районах города. Всего проинспектировали 154 объекта. Большинство организаций, конечно же, исполняют требования Роспотребнадзора, но нарушения все же выявили только в 8 заведениях. Там у сотрудников отсутствовали QR-коды, в залах разметка, журналы дезинфекции, а также не проводилась термометрия. Персонал работал без маски и перчаток. Нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Два филиала молодежного пространства просто открылись по поручению губернатора Александра Беглова в Московском и Калининском районах. Новые площадки заработали по результатам опроса в социальных сетях. Жители писали, где больше всего не хватает. В молодежных пространствах в новых локациях разместили переговорные комнаты для работы, для отдыха, а также лекторий и амфитеатр. Ну и добавлю, осенью такой каворкинг открылся в Василиостровском районе. Парад планет могут наблюдать в эти дни жители Петербурга и Ленинградской области. Редкое астрономическое явление продлится до Рождества. По словам сотрудников Пулковской обсерватории, его можно увидеть только при ясной погоде. Планеты выстраиваются в один ряд и идут вслед за Солнцем. Посмотреть на небо нужно, желательно, после заката примерно с 16 до 18 часов. Меркурий, Венеру, Сатурн, Юпитер можно увидеть даже невооруженным взглядом, говорят специалисты. А вот чтобы рассмотреть Нептун и Уран, может потребоваться телескоп. На портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по самым разным сферам жизни. В преддверии Нового года петербуржцам предлагают ответить на вопрос, о чем мечтают и к чему стремятся. Принять участие в проекте «Городской диалог» могут только авторизированные на портале ЕКП пользователи. При участии в опросах горожанам будут доступны дополнительные возможности от «Единой карты». Новый год на больничной койке. Не повод расстраиваться. Поднять настроение маленьким пациентам детской больницы Святой Ольги и лечебно-реабилитационного комплекса центра Алмазова отправились волонтеры акции взаимопомощи «Мы вместе» и фонда продовольствия «Русь». В том, что Дедов Морозов не бывает много, убедилась Мария Марченко. Инженеры, сотрудники ЖКХ, представители бизнеса, люди разных профессий объединились, чтобы подарить детям праздник. Переодевшись новогодними волшебниками, вручили маленьким пациентам больницы Святой Ольги подарки. Сладкие презенты предоставила одна из крупнейших торговых сетей города. Давно не секрет, что положительные эмоции влияют на выздоровление. И в эти дни особенно важно создать праздничное настроение, подарить неизбываемые эмоции самым юным пациентам. Акция «Новый год» в каждый дом проходит по всей стране. Добровольцы исполняют заветные желания детей, поздравляют врачей, которые трудятся в красной зоне, поддерживают пожилых. В больнице Святой Ольги сейчас лечится 250 маленьких пациентов. Часть из них постараются выписать до Нового года. Но кому-то придется встретить праздник в палате. Конечно, им очень грустно остаться в новогодние праздники, в многогодние дни в больнице. И поэтому я очень благодарна участникам акции за то, что они устроили им такой праздник. И это праздник не только для детей, но и для нас, медицинских работников. Потому что мы за них переживаем точно так же, как и их родители. Передав коробки с подарками врачам, автоволонтеры организованной колонны отправляются в другое медицинское учреждение. Сладкие презенты ждут и в детском лечебно-реабилитационном комплексе Центра Алмазова. Для маленьких пациентов устраивают целое шоу. Альпинисты и профессиональные спасатели, переодетые в Дедов Морозов, спускаются с крыши на тросах. А новогодний волшебник вместе со своей внучкой Снегурочкой в люльке пожарной машины МЧС проезжает перед окнами больницы, приветствуя каждого ребенка. Роль Деда Мороза взял на себя генеральный директор телеканала Санкт-Петербург Александр Малькевич, Снегурочка Дарья Никитина, руководитель регионального штаба акции «Мы вместе». Все эти ребята Новый год будут встречать в больнице. И то, что мы испытали, вот мы испытали, это дорогого стоит. Когда ты видишь счастливые детские лица, их глаза, их улыбки, ты можешь с ними перемигиваться. С одной палатой мы даже там танцевали вместе. Это очень заряжает. Заряжает таким светом, такой добротой. Сегодня из-за предновогодних пробок на дорогах волонтеры успели поздравить детей только в двух больницах, но обещают, без подарка не останется ни один маленький пациент. Мария Марченко, Артур Хабибов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. После такой прекрасной новости остается лишь дополнить информацию о погоде. Итак, на завтра в Петербурге ожидается пасмурная погода. Ветер южный 5 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 5, минус 6 ночи, минус 7, минус 6, атмосферное давление, 760 миллиметров воротутного столба и будет слабо падать. Материалы выпуска и много другой интересной и полезной информации можно найти на нашем официальном сайте topspb.tv. Ну а прямо сейчас передаю эфирную эстафету нашему спортивному обзревателю Ивану Лосеву. Юрий, там, к слову, будет и нынешний выпуск новостей спорта буквально через 10 минут. Вот, Иван, вы профессионал своего дела. Вы мне расскажите и разъясните, как так получается, не выходя на ледовую площадку, проиграли. Так а на молодежном чемпионате мира по хоккею такое бывает, увы и ах, есть первая отмена матча, к счастью, не с участием сборной России. Все подробности в нашем выпуске прямо сейчас.